Проект бюджета на будущий год мэр Новосибирска передал депутатам Горсовета. Народные избранники рассмотрят главный финансовый документ в первом чтении уже через неделю. Какие доходы запланированы и на что будут тратить большую часть денег, узнал Александр Сульдин. Денег в городскую казну в будущем году поступит больше, чем в прошедшем, но бюджет будет с дефицитом. Доход 49 миллиардов 146 миллионов рублей. Расходная часть бюджета 50 миллиардов 346 миллионов рублей. Дефицит бюджета, как вы видите, 1 миллиард 200 миллионов рублей. На 2021 год параметры бюджета запланированы существенным ростом. Заметно увеличатся собственные доходы бюджета, однако вырасти они могли бы и больше. У нас увеличился бюджет 2019 года. Мы видим расчетно, что увеличится по доходам 2020 год. И в этом отношении это абсолютно положительный момент. Но есть определенные сложности при решении составления бюджета. Это связано прежде всего с выпадающими доходами. Изменилась бюджетная законодательство. На федеральном уровне принято. И образуется часть выпадающих доходов. Прошедшие весной внесены поправки в бюджетный кодекс. По ним штрафы пойдут в региональную казну. К тому же не будет поступления от налога на вмененный доход. Его отменили. Как компенсировать потерю этих сумм сейчас совместно решают городские и областные власти. Все, что должен город делать, бюджет должен быть раза в два в три больше. За исключением, наверное, Москвы, Санкт-Петербурга. Все города, которые меньше, начиная с Новосибирска, они практически все находятся в этой ситуации. Тем не менее, масштабные проекты в городе воплощать продолжат. Львиная доля расходов на образование. Построят 12 детских садов и школы в растущих микрорайонах. Однако, дополнительные деньги нужны на реконструкцию школ, которые не попадают под федеральные программы. Необходима новая дорожная техника, автобусы, троллейбусы и трамваи. Проект городского бюджета мэр передал совету депутатов. Проект бюджета депутаты обсудят уже через неделю на очередной сессии Совета депутатов в Новосибирске. Свои предложения об изменениях они могут носить практически до конца года. В декабре состоится еще два чтения. Только тогда главный финансовый документ примут окончательно. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова